Здравствуйте дорогие друзья! С вами на связи Никита Гребенюк и канал Криптохелпер. Значит, решил записать видео о том проекте, который ранее обозревал. Это Тунфинанс. Значит, что хотелось бы сказать. Прошел старт проекта и новость не очень хорошая. То есть, по истечению практически недели существования проекта он оказался скам-проектом. В связи с этим хотелось бы предупредить тех, кто впервые столкнулся с этим проектом и тех, кто в него уже вложился. Не пытайтесь вывести TFT-токен. Ну, то есть, он у вас сейчас заблокирован. Вот здесь вот на сайте пресейла. Можно сюда законнектиться, подключить кошелек и нажать Unlock токен. Соответственно, токены разблокируются и поступят на ваш метамаск. Но вы за это заплатите комиссию в районе 700 рублей. Поэтому настоятельно рекомендую этого не делать, дабы не терять еще средства. Если все-таки произойдет чудо, то, возможно, можно будет вывести. Чуть позже скажу об этом, как это сделать. Ну, а сейчас главное, что хотелось бы сказать, то есть создатели проекта, видимо, хотели путем листинга на децентрализованной бирже, это Uniswap, сделать так, чтобы, когда проект стартовал, вывести все деньги, ну и, соответственно, оставить всех холдеров, ну или инвесторов по-другому, без своих средств. Ну, частично, так скажем, им это удалось сделать. Вот, чтобы это проверить, посмотреть, обращаемся к сайту CoinMarketCap и CoinGecko. Вот, для начала посмотрим на CoinMarketCap. Вот, если мы здесь в поиске введем токен TFT, вот, во-первых, мы можем его отследить на Uniswap бирже. Вот, и здесь уже, вот, мы видим, стоит восклицательный знак о том, что токен не верифицирован в системе. Соответственно, цена его упала. Ну, и продать его невозможно. Можно его купить, соответственно, через Uniswap, но не нужно этого делать. Это приведет к еще большей потере денег. Вот, здесь графа есть. Total liquidity. Это ликвидность. То есть, она равна нулю. Соответственно, никаким образом токены вывести нельзя, пока здесь не появится положительная цифра какая-то. Ну, там, в районе, допустим, там, 100 тысяч долларов, к примеру. Потому что у многих токены остались в пользовании и вывести они их, соответственно, не могут. Вот, если мы здесь посмотрим в истории торговли, то можно здесь увидеть, как люди выводили и заводили деньги, пытались каким-то образом вывести хотя бы то, что, ну, часть того, что они потеряли. Соответственно, сделать это невозможно. Я сам попробовал, то есть, соответственно, вот могу продемонстрировать. Вот кошелек мой, MetaMask. Здесь прекрасно видно, вот как я вывел токены на MetaMask, разблокировал их. И, соответственно, если я на бирже Uniswap, пытаясь их вывести, ну, то есть, через эфир, обменять, вернее, в эфириум, мне пишут недостаточно ликвидности до этой сделки. Это то, о чем я вам говорил. То есть, соответственно, на CoinGecko мы можем тоже все это посмотреть. Так. Вот он наш TFT токен. Здесь мы, в принципе, видим аналогичную картину. То есть, нет ни объемов торгов за день. И показывает он еще, видимо, старую информацию, не обновилось, что ликвидность 197 тысяч. Ну, как видите, вот два дня назад была последняя операция вывода. То есть, мы можем даже заметить, что и два дня назад была покупка токена. То есть, его купили и тут же продали. То есть, заровняли цену. Вот она здесь держится уже два дня. Соответственно, ну, никакого будущего у этого проекта нет. Вот, как бы, к сожалению, это все сказано. Но, опять же, вернемся к моему разговору о том, что проектов много. Настоятельно рекомендую не заводить в эти проекты большие суммы денег. То есть, лучше охватить много, там, с десяток проектов. Но завести в них, там, к примеру, ну, сколько кто сможет. Кто-то 50 долларов, кто-то 100, 200, 300, 500. Для кого сумма эта будет не критична. И, в первую очередь, нужно отталкиваться от того, что вы можете ее полностью потерять. Вот. Ну, в целом, в принципе, все, что хотел, пояснил. Желаю дальнейших успехов. Подписывайтесь на канал. Буду в скором времени обозревать новые проекты. Надеюсь, более удачные. Поэтому, всем желаю успехов, удачи и всего доброго.